Друзья, всем привет из Сочи. 27 июня 2021 год. Сразу просьба подписаться на мой канал, поставить лайк и перейти по ссылке, закрепленной в комментариях, получить промокод и зарегистрироваться в Малбете. В Малбете будем играть на разных видах спорта. Только что закончился матч Чехия-Голландия. Сенсационно. Какие зашли у меня ставки на этот матч? Я где-то первые 10 минут пропускаю и смотрю, как развиваются события. Посмотрел, вроде бы ни о чем. Я взял Голландию меньше 2 голов за рубль 40. Победа Чехии по фолам за рубль 45. Счет был 2-1 тогда по фолам. Потом я взял фолы меньше 10,5, меньше 11,5 в первом тайме. Тоже зашло, они получили, по-моему, 9 фолов. Так, что еще? Когда было удаление в Голландии, взяли такую ставку в группе, как фолы в Голландии меньше. Там давали, по-моему, 7 или 8 меньше, они получили 6. И общий тотал фолов меньше 20,5. Получили в итоге, по-моему, 20 фолов. Практически все ставки зашли. Да, я еще говорил, что берите победу в первом тайме по угловым Голландии. По-моему, 6-1, что ли, по угловым как-то так. Или 5-1, какое-то подавляющее. Но это было сказано. Значит, что касается баскетбола. Белоруссия играла сегодня с Бельгией. Первую четверть они провалили. Ну, там сразу как бы пошло большое преимущество Бельгии. Я говорю, ребят, берите, скидываю в группу 13,5 фора, 14,5. Они просто там много проиграли очков. Я говорю, 17,5. То есть, три ставки я взял и даже 18 давали. И потом белорусские начали отыграть. В итоге они проиграли всего 9 очков. Вот такие все ставки по Белоруссии зашли. Во второй четверти я взял фора 0 на белорусок. 17-17 в первой четверти они сыграли. То есть, как бы в лаве вся движуха, ребят, в группе. Вступайте в группу. Будете в плюсе постоянно. Вот. Теперь, значит, переходим мы... Да, ну, удаление у Делихта. Я говорю, проклятие Львов. Все. Делихт Лев. Удалился. Я не знаю, там в раздевалке вы сегодня точно раком поставили. И всей командой, значит, бусами по жопе. Вот. Разберем сейчас матчи, которые завтра состоятся. Значит, Хорватия, Испания, Франция, Швейцария. Честно говоря, не готовился, не открывал вообще. Значит, вот смотрите, три матча закончилось. ОЗы нигде не было. Сейчас Бельгия и Португалия будет ОЗы. Надеюсь, видео зальется. Полчаса осталось. Хорватия, Швеция... Ой, Хорватия, Испания. Да, кстати, Чехия попадает на датчан. И сейчас я вам дам статистику. Хорватия, Испания, я думаю, просто победа испанцев по угловым в первом тайме. Здесь напрашиваются. И потом сейчас, ну, вернемся еще к этому... К этому матчу сейчас у меня откроется, значит, еще один ресурс. Я вам расскажу весь фторчермет, все, значит, фалы в главы, кто как подает и, значит, и так далее. Значит, ребята, кто хочет накачаться, так как я, пишите мне, значит, в личку, там, на мой телефон. Ну, за тысячу рублей я составляю программу и дальше консультации будут. А то есть, смотрю, всякие фееристы, там, по 200 тысяч подписчиков имеют. Понимаете, им по 25 лет, по 30, да, и они тренера, да. Извините, я тренер, сколько мне лет. У меня и диплом тренера, кстати, есть. Так, ну что, НХЛ. Значит, открываем НХЛ. Какого числа они будут играть? НХЛ у нас 29-го, послезавтра там по бою Монреаль, склоняются здесь на Тампу. Давайте тоже коротенько пробежимся по хоккею, кульуш, скоро я открыл, да. Потому что, смотри, только я три вида спорта разбираю, больше никто футбол, хоккей, баскетбол. Минимум три вида спорта. Иногда я разбираю и другие виды спорта, типа тенниса там. То есть, именно у меня аналитика, потому что я в аналитике 72-го года, как только начал учиться, значит, в школе, да, читал советский спорт. По советскому спорту я учился читать. Так, значит, смотрите, Тампа, БМонреаль. Дома Тампа в среднем играет на Тотал 6,2, Монреаль в гостях меньше 5, Тотал. Тампа в гостях в среднем забивает 4, пропускает 2, Монреаль в среднем забивает в гостях 2,6, пропускает 2,3. То есть, ну, можно предположить, что Тотал будет 4 больше, но 6 меньше, да. Но как они играют дома Тампа с Монреалем? Последние 6 игр дома Тампа в Монреале выиграла. 20-й год 4,0, 19-й 5,4, 19-й 3,0, 18-й 6,5, 18-й 3,2 по буллитам, 17-й 3,1. И только один раз Монреаль выиграл 2,1, это было в 17-м году. И 16-й год опять 4,3 в овертайме Тампа. То есть, Тампа имеет подавляющее преимущество по уличным встречам над Монреалем. Но мы знаем, что такое НХЛ, что такое плей-офф. Может быть, все что угодно. И вот, ну, давайте вот так бегло посмотрим. В среднем, вот, Тампа Монреалю забивает минимум 3 шайбы. Вот один раз только забили 1,2 и проиграли. То есть, я думаю, что Тампа больше 2,5. Там больше 2, больше 2, ну, как-то я уж не знаю, сколько там будет давать, да. Забьет. Мы знаем, что коса на камень находит. И в этих играх идет иногда упорная борьба. Такая типа 2,2, 3,3, там, особенно в первом матче, да. Вот. Но, значит, последние игры у нас были следующие. Монреаль 25-го закончил свою серию, обыграл Лас-Вегас 3,2. А Тампа 26-го, то есть на день позже. Но, как бы, три дня отдохнули те другие. Я думаю, что это как бы нивелироваться. И Тампа все-таки играет дома. Я думаю, что Тампа дома должна забить 2,5 больше. Вот так. Наверное, вот такая вот ставка у меня будет. Можно так взять. И можно, наверное, взять, что Тампа, наверное, дома победит. Но надо смотреть, как она серию свою начинала. Она очень парадоксально. Серию начинала то начинать через двух побед, то начинать через двух поражений. Так. И переходим мы, значит, теперь к статистике футбола. Болеть мы, конечно, будем за Украину, но она играет послезавтра. И со Швецией. Вот так. Смотрите. Почему Чехия выиграла у Голландии? Я предупреждал. Братья славяне, может быть, все, что угодно. Говорил, говорил. Чехия противная, вредная команда. В хорошем смысле. В спортивной. Почему? Голландцы забили на групповом этапе 8 голов. А Чехия забили только 3. Они патроны берегли. Они патроны держали сухими. А эти, значит, как из пулемета Максима. Как из ППШ. По фашистам. Как комедий клуб. Тра-та-та-та-та. Все. Патроны кончились, ребята. Вот и все. Поэтому я брал Голландии меньше двух. Вообще ноль забили. И еще и удалились. Итак, Хорватия-Испания. Открываем. Здесь тоже, возможно, интересный счет. Вполне. Потому что надо смотреть, во-первых, где они играют. Итак, я даю статистику. У главы 8-6 Испания. Карточки 2-2. Фолы 12-9 Хорватия. Я думаю, Хорватия победит по фолам здесь. В 10 матчах у главы 8-5 Испания. Ну, я сказал, что в первом тайме победа Испании по углам. Это 100%. Почему? Они забьют гол в первом тайме, например. И во втором тайме. Там уже, понимаете, непонятно, как пойдет. Вот смотрите, сегодня Голландия сказала именно по углам в первом тайме. Почему? Потому что во втором победили по углам уже Чехия. Нарушение Хорватии 10-8. И в пяти матчах. Статистика у главы 6-5 Испания. Карточки 2 на 1-1-75 Испания. И нарушение 10-7 Хорватии. То есть победа в этом матче Испании по угловым раз. И по нарушениям победа Хорватов 2. Уж кто там выиграет, кто проиграет. Нас это, вот серьезно, не колышет. Зачем я буду задавать себе вопросы, ответы на которые я не знаю. Значит, играли ли они когда-то раньше? Да. Хорваты выиграли в 2018 году, у них 3-2. Хорваты выиграли в 2016 году, у них 2-1. Испанцы выиграли в 2012 году, 0-1. То есть у хорватов в последних трех преимущество на Деспане 2-1. То есть там не все так просто. Хорваты тоже могут, знаете, поставить такой автобус, как вот Чехия против Голландии, да, или как вчера кто у нас там в ничью сыграл Австрия против Италии. Вполне могут. Вот Испанцы же 0-0 сыграли со Швецией, да. Хорваты, извините, они действующие вице-чемпионы мира. Они только Франции проиграли. И то, как проиграли, 4-2. Если бы не этот придурок Манджукич своей лысой башкой себе штрафной забил. Еще неизвестно, чем бы это все закончилось. Но когда играли... Миша звонит, отклоняю. Но когда играли в Испанию, у нас это будет 6-0. Но это, видимо, какая-то была товарищеская игра. И теперь мы, значит, возвращаемся к Франции. Швейцария. Тут понятно, что французы просто победят за рубль 60. Вообще без вариантов. И, смотрите, если ОЗ не будет, Хорватия, Испания, значит, Франция, Швейцария, скорее всего, ОЗ. Они еще географические соседи. Плюс в Швейцарии французский язык один из государственных. Напомню, что в Швейцарии несколько государственных языка. Четыре. То есть французский, немецкий, английский. И на итальянском языке разговаривают южные кантоны, которые граничат с Италией. Значит, давайте смотрим статистику. Угловые 7-5 Франция. В 20 матчах карточки 2-1 Швейцария. Нарушение 12-12 одинаково. В 10 матчах угловые 5-5 карточки Швейцария. Нарушение 14-13. Непонятно. И в 5 матчах угловые Швейцария. Почему-то в последних матчах... Швейцарцы много, кстати, пойдут угловых. И по нарушениям. Короче, в этом матче победа Швейцарии по фолам. Почему? Потому что по угловым, я думаю, что здесь вряд ли швейцарцы побегут подавать угловые против Франции. Там сильно не разбежишься подавать угловые. Там надо еще, знаете, как говорится, ты сначала перейди в середину поля, и ты сначала дойди до штрафной площадки, а потом уже подавай угловой. Это первое. Поэтому, учитывая атакующий потенциал французов, что я думаю, что Франция победа здесь все-таки по углам за Францией. Как по карточкам получается, что Швейцария и по фолам тоже Швейцария. И смотрим их историю противостояния. Шестой год 0-0. Шестнадцатый год 0-0 в Швейцарии. И четырнадцатый год 5-2 Франция. Двадцатый год, не четырнадцатый год. Видимо, чемпионат Европы был. Нет, в четырнадцатом году у нас был чемпионат мира. Ну, там непонятно, что это. Значит, Франция последние два матча сыграла ничью на чемпионате Европы. 1-1 с Венгрией, 2-2 с Португалией. И первый матч у немцев выиграли 1-0. То есть французы в таком достаточно экономном режиме, рациональном, подошли к этому матчу. Чего не скажешь о Швейцарии. Швейцарии обыграли Турцию 3-1. Проиграли Италию 3-0. И с улицем сыграли 1-1. То есть забили 7 голов. Забили 4 гола. Французы забили тоже 4 гола. Вот такие экономные капиталисты, фашисты. Так что, ребят, заигрываем здесь в Турчермет. Я думаю, что в матче Франция-Швейцария победит Франция. Как это ни печально, как это, может быть, кому-то покажется скучно. И еще такое пожелание. Сначала играйте матч, вот первый, Хорватия-Испания. Вот хорваты с испанцами когда сыграют в 19-0-0. Потом уже мы отталкиваемся от статистики тура. Потому что если Хорватия-Испания, например, будет 0-0, тогда Франция-Швейцария будет 1,5 больше. Просто элементарно. Вот как сегодня Чехия с этими. Обе забьют не прошло, но 1,5 больше еврейская ОЗ. Скажите, кто придумал еврейскую обе забьют? Конечно, придумал я. То есть просто 1,5 больше. Если вот мы думаем так, вот Голландия, Чехия обе забьют. Берите просто 1,5 больше, рубль 30. Ну как брать? Возьмите на 10-й минуте и все. Во втором тайме они забили. Итальянское ОЗ, объясняю, на 20-й минуте берем обе забьют. Не 1,5 больше, а обе забьют. Это потому что серия А, они во втором тайме ОЗ у них. То есть это все мои изобретения. Я много чего придумал в мире статистики. Я придумал такой термин, как глубина статистики, плотность статистики. Наберите в интернете, вы этого не найдете. Это есть только у меня. То есть я все это в группе рассказываю. Бесплатно, ребят, только 250 рублей. Заходите ко мне в группу в WhatsApp. И будем с вами играть, качаться, заниматься спортом. И вести здоровый образ жизни. Но знаете, как говорится, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Поэтому ничто человеческое нам не чуждо. И у каждого есть свои маленькие слабости. Поэтому когда чемпионат Европы идет, и когда на улице жара, иногда можно пиво. Это не реклама. Иногда, ребят, но это суббота, воскресенье. А так вот надо качаться, заниматься спортом. Так, ну вот, пожалуй, и все. Хоккей рассказал, футбол рассказал. И баскетбол сейчас начинается у девки. Сербия, значит, Франция. Будем болеть за наших девчонок, за славянок, за сербиянок. Они болели за чехов, хоть они нас ненавидят, но мы славяне, и они тоже славяне. Чехия. Почему нас не любят? Потому что в 68-м году Советский Союз ввел войска. Но это неправда. Почему? Потому что это правда неполно. В 68-м году войска ввели в Чехию не Советский Союз, а силы Варшавского договора. Там была и Польша, и Венгрия, и все, кто входил в Болгарию. Там был не только Советский Союз. Почему? Потому что Александр Дубчик сделал переворот. Александр Дубчик решил, ну Саша, есть Саша. Вот с Сашей все и началось. Это первое. Почему наши ввели войска? И вот чехи там, они не помнят, что они там в 19-м году или в 18-м, они ввели войска, тогда Советского Союза не было, была гражданская война. В Россию ввели войска, понимаете? И Белочехи очень, такой терм Белочехи, они очень зверствовали там на Дальнем Востоке, вот это Забайкальки, это все там чехи, они рулили. Вот как раз золото Колчака, есть такая версия, что чехи там очень сильно поучаствовали. Они там тоже, были карательные отряды, они там экспроприацией занимались. Это была чистая интервенция, потому что кого там только не было. Когда была гражданская война, Россию дербанили на куске, понимаете? Но не раздербанили, не смогли. Не в 19-м году, не в 1812-м при Наполеоне, не в 1941-м при Гитлере. Объясняю, вся Европа против нас воевала не только в 1941-м году и 1942-м. Вся Европа, ребят. Ведь Гитлер захватил всю Европу, а потом двинул на нас. И в 1812-м Наполеон собрал полностью всю армию, всю европейскую. Платили бабки англичане, все платили, лишь бы только не. Они все пришли в Россию, они все тут полегли. И убегали они очень долго, только пятки сверкали. И Наполеон еле-еле смог убежать. Не надо на Россию нападать, понимаете? Россия огромная, великая, бесполезна нас. И Путин сказал, если начнется война ядерная, всем хана, потому что... А ему говорят, что мира не будет. Он говорит, а зачем такой мир, в котором не будет Россия? И я тоже, я очень люблю Россию, я патриот Россия. Не нужен такой мир, где не будет Россия. Оставьте нас в покое. Я хочу сказать этим чехам, капиталистам и всем этим придуркам, которым не хватает земли. Не надо. Вот Голландия насыпает себе землю у моря, ну и отвоевывайте, осушайте моря, осушайте океаны. Что вы лезете в Россию? Не надо сюда лезть. Вот и все. Я могу бесконечно на эту тему говорить. Знаете, Ленский расстрел в 1909 или каком году. Англичане расстреляли рабочих где? В Иркутской области, бассейн реки Лена, Золотые Приски. Англичане расстреляли русских рабочих, потому что были невыносимые условия. Какого хрена вы приперлись сюда, ребята, англичане? Вот вам англичане во всей красе. Был в Англии прекрасный люди, замечательный. Но вот этот звериный капитализм ихний, он тоже ушел уже туда. Вот эта геополитика вся, она против России. Спорт политика сейчас настолько замешана, что, понимаете, наших спортсменов никуда не пускают. У меня было такое видео. Кому интересно, Путину надо сделать свою Олимпиаду. Вот просто свою, альтернативную. Сделать огромные призовые, убрать все, значит, препоны, разрешить рекламу всего на свете, там, презервативов, журачки, пиво, там, все разрешить. Разрешить допинг, разрешить все стимуляторы. Потому что вот эта ВАДА, она задолбала со своим антидопинговым агентством. Пускай спорт высших достижений невозможен без допинга. Ребят, невозможно. Но я знаю, как спортсмен. Это просто. Разрешить все. Пускай они устанавливают рекорд. Все мировые рекорды будут установлены в России на Олимпиаду. Вот называть Олимпиаду Путина. Все. Мы побьем все мировые рекорды. Разрешить допинг. Пускай они прыгают на 10 метров в высоту. Без шеста вообще, понимаете. А это просто эти американцы, англичане уже нас задолбали. И мы там будем чемпионом мира по футболу, по хоккею, по всем видам. Так, надеюсь, я вас разлег. Еще раз просьба подписаться, поставить лайк, вступить в группу. Перейти по ссылке, запрекленной в комментариях, за регистрицией МЛБЭТи. И давайте играть вместе. Вместе будет веселей. Один в поле не войн. У нас мозговый штурм. У нас идет коллективный разум. Понимаете, в группе. И самое главное. Самое главное у нас в группе это лайф, лайф и еще раз лайф. Всем удачи, привет и суча. До свидания.